так друзья в предыдущем ролике показали дорогу от м4 через сальс котельниковый до волгограда дорога хорошая ехать можно и отремонтировали далее мы сейчас проедем через волгоград на заправку тут не попасть надеюсь ночной волгоград может удастся заснять если он к тому времени потемнее 28 километров до волгограда вот что такое дымит только непонятно и собственно а завтра будем решать поедем через пугачёв либо поедем через саратов саратов люди многие просят показать пугачёв жалко подвеска машины с другой стороны тоже конечно интересно делают там не делают в общем завтра решим а сегодня волгоград напомню что мы выехали из аромилия ехали в адмуртию из адмуртии поехали на азовское море станица голубицкая далее мы уехали аж до сочи там до красной поляны потом вернулись отдыхали геленджике и вот дальше мы сюда попали то есть мы такие лягушки путешественники проехали прилично расстояние еще ехать нам 1800 км ремонт моста со стороны котельника вот выезжаем дорога плохая вот она всю картину портит хотя это небольшой участок видимо здесь раз и все шоу сварь нормальный слава богу это пожар достаточно крупный там пламя чуть-чуть видеть стоять уграться стороны котельника хорошая дорога все города ремонт и идут все в полей ой жесть из троих ему тут какие-то разве какая-то развязка будет большая серьезно когда это будет заехали волгоград со стороны котельникова всем жителям волгограда привет с огромной сейчас первым делом поедем на заправку татнефти мы такой ли она единственная здесь но я от от нефти что-то решил поездить заправки доедем и стекла все протру по мою надеюсь городе может не будет так много не налипнут быстро это звание не знаю что такое ну вот красиво под нефти что там 95 вся 259 машины просто это еще с фары что протер литров я заправил в лесу улица стемнело 27 градусов все еще а кондер включаешь машине полон остановится мое думаю курбана кургана мимо проедем когда телефон занят он идет туда прочитаем когда у вас и почему это нашествие может происходит у меня весь бампер залепленный номер был это вообще трындец какой-то откуда столько может через за реки что ленту размножаются на городе жира стоит ли они любят жиром оказалось мошки не любят кто знает что такое непонятный чуть-чуть но в темноте он непонятный как-то понятно губы не несут что страшно ну сейчас все по прямой что-то пока не видно огни прям города или это еще мы не доехали до светящихся районов ладно потихонечку поедем потому что мы из ночи стартанули в ночь заканчиваем глаза конечно хотя вот я не видимо не сижу за компьютером на работе да у меня глаза в принципе сейчас нормально видишь более-менее не устали взаимосвязано ныне модные светофоры и волгограде тоже установлены болен сглазил я его зачем болел но красиво смотрите и у меня такая ночь волгоград снять чертаж не видно ну я сравниваю с кетеринбургом не он что днем что ночью заезжаешь не ну понятно что есть районы которые как бы ты в екатеринбурге тоже ночью заедешь и как как говорится у него там где-то да то есть не видно ничего видимо здесь также я вижу пятиэтажки советские ну просто фонарики магазинчики светятся надо новостройки это обычно на новостройках там где-то ставят какие-то лампы специальные светодиодные прожектора и так далее в городе едем до мая кургана 30 километров это вот насколько вытянутый город вдоль волги вообще то просто немыслимо уму не постижим ведь он еще поди разрастается третий год население волгограда миллион двадцать пять тысяч человек но при этом тенденция к понижению с чем связано не знаю почему куда уезжают вроде большой город миллионник неужели тут с работой по уходим еще что какие причины интересно кто уехал вдруг смотрит подскажите сюлечки цветные появились они закончились сразу едем дальше нужная часть города пока что очень-очень темная заправки только светится и фонари вот эти тускленькие газовая метановая заправка на двадцать десять шесть метан и на может и правильно гореть что мы типа на экране еще скорее всего посмотрим блин большая крана у него сегодня модненький святоповарщик не ну смотри там пятиэтажки сбоку я не вижу что приводится как-то освещались раздолье маньякам ё-моё темно там до теменем в воду и странно интересный продуктовый стреляб покупочка называется вот магазины начали появляться и больше света вот потом что-то прям да хорошо свеется космос хорошо слева нету магазинчиков и там темного стинка веселенькие цветные появились это уже интересные все больше и больше до света здесь на остальные появились то мы ехали по той странице отчет дождь пошел что-ли что только свернули местами сутки и выжжу ну там две лампочки красненькие ладно может экономит электричество молодцы причина-то всегда есть хотя он снизу там что-то светится коз на кой-то с кого на осталось на право ребятки ребятки и сам давайте не будем создавать помехи заправок с темного на одной улице ну движение конечно для обычных десяти часов это нормально блин я хотел его обогнать сюда что-то не дается просто так вижу как все светится это настал я потом понял про что-то спрашивала как существуют люди поднимающиеся на ленте второй день я могу считать я не поднимаю но это все торговый центр светится так скоро направо уходить салют зеркало салют зеркало чётенько получилось так мы на право а зачем ну ладно лесовская тима навигатор что-то знает я достигнуть еду ни черта не прямо не он-то может еще как-то и разбирать еще дорожка это колодцы я понял андрого полоса постарается туннель мостик там у них современные тоже с табло это прям новенькая тоже торговый центр ну тут уже город осветли стал еще в это красота добавляется свечащийся сверху там и регунара проезжая набережная необычно спереди камера на попесни камера на полосу Да, тут вообще город поменялся совсем. Олейка тоже светящаяся. Чтобы знать, где какое здание сейчас. Да, то были спальные районы. Тут уже посветлее намного. Но буду увидеть самое главное подсветку Родины-Мать Мамаев-Курган. Так, стадион справа, а слева Мамаев-Курган должен быть. Я так понимаю, прожектор на слезе не успеет. Я специально окно открыл, чтобы было лучше. Вот оно, это место. Тут лесен. Ну ладно. Главного видели, классно. Сцена вывезти из города. Ну, единственный плюс, ну как не единственный, а плюс в том, что дорога широкая, вот как в Челябинске принцип. По три полосы, раздельная. И вот мы все по ней пидем по прямой. Вот это круто, конечно. Один по вороту как бы был. С вороток сзади. Вон посадится кто-то. Меч Джедай или Лукойл. Наверное, это Лукойл. Будь здоровы. Честно, не знаю, где мы едем, но где-то едем. Тоже красивое здание. Так, ну все, это уже, в принципе, выезд из города. Всем спасибо, кто смотрел. Проехались по пути, так сказать, через город. Всем удачи, пока-пока. Завтра решим мы, какой дорогой поедем в Челябинскую область и Свердловскую область. Осталось найти нам только ночевку, но это за городом.